На дворе стоял 31 декабря. Людей на улицах почти не было, и шел пушистый белый холодный снежок. Я шла по улице и слушала музыку. Я решила отпроситься у тренера на дополнительную тренировку, несмотря на праздник. Также я несла подарок тренеру и небольшой вишневый тортик. И вот я вхожу в конюшню. Соломенный запах успел проникнуть в мой нос, и стали слышны звуки копыт. Первым делом я пошла поздравить тренера с Новым годом. А кстати, мою тренершу зовут Елена, ей около 40 лет. Она не подозревала, что в этом подарке лежит поездка в Германию, в страну, что наполнило лошадьми. Сапоги стучали, шуршала солома под ногами, и вот я встречала своего тренера. Здравствуйте, Елена Борисовна. Привет, Настя, с наступающим тебя. Вас тоже, сказала я и протянула красную прямоугольную коробочку тренерш. Огромное спасибо, Настя. Я желаю вам от всей души здоровья и счастья. Я пойду седлать коня. Хорошо, иди. И я ушла. Звонкое ржание и стуки копыт пронзали мои уши. Я шла с улыбкой на лице и радостно насвистывала. И вот я подошла к деньнику Ирбиса. Пороной конь весело ржал, тем самым приветствуя меня. Привет, Ирбис. Горячий дымок пошел из его ноздрей. Он весь был в соломе и грязи. Потерпи, сейчас я тебя почищу. Конь заржал. И тебя с наступающим. Я пошла за амуницией, но вдруг увидела подъезжающий белый Мерседес. Интересно, кто бы это мог быть? Оказывается, на конюшню приехали две девушки лет по 16-17. И одна из них подошла ко мне. Ее тоже звали Настя. В ее голубых глазах блестели блики от света, который находился на конюшне. В ее голубых глазах блестели блики от света, который находился в конюшне. Красивые блондинистые волосы спадали на плечо. И Настя заговорила со мной в то время, как у сестра убежала с конюшней, потому что воняло. Привет, как тебя зовут? Меня Настя. А тебя, как я понимаю, тоже? Да. Показать тебе нашу конюшню? Да, неплохо было бы познакомиться с ней. После часа экскурсии к нам подошла директриса нашего КСК. Здравствуйте, девочки. Анастасия, вы же новенький, да? Да, вежливо ответила Настя. У тебя будет тренер. Я скоро подойду и скажу. Прошло полчаса. Настя, тут тренер Елена Борисовна. Тут уже визжала я. Круто, будем тренироваться вместе. Настя, обратилась директриса ко мне. Покажи новенькую ее лошадь и форму, а также амуницию. Хорошо, согласилась я. Мы дошли до денника. Там стоял красивый светло-серый лепециан. Его кудрявые длинные гривы спадали на один бок шеи, а густой длинный хвост почти касался земли. Его зовут Эклипс. Я представила коня Насти. Он будет твоим на конюшне. Ого, если бы он был моим. Я бы тоже очень хотела, чтобы Ербис был мой. Настя прослушала и запомнила мои слова, но не сказала ничего. Пойдем, я покажу тебе твою амуницию. Показав Насте амуницию, как седлать лошадь, с какого бока садиться и вообще познакомив ее со всеми конными терминами и штуками, вы пошли тренироваться. Здравствуйте, Елена Борисовна, промолвили мы хором. Здравствуйте, ты, Настя, моя новая ученица, не так ли? Да, я буду учиться у вас. Залезайте на коней, а я схожу за бичом. А ты, Настя, постой, покатует, мало ли конь что-то натворит. Настя обратился к ней. Надеюсь, ты не заблудил где-то, Сахарок. Нет, перед поездкой я тщательно все пересчитала, поэтому я готова. Я хочу, я очень хочу заниматься конкуром. Я им занимаюсь, и, поверь, это очень трудно, но в то же время весело и классно. А сколько времени ты занимаешься конкуром? Годика-два, сказала я. За это время я уже успела бы учиться всему этому, но, правда, прыгаю я только 70. Вот мне бы так. Ты просто старайся, и у тебя все получится. Я буду стараться, сказала новенькая. После четырех минут ожиданий тренерша все-таки нашла бич и корду, и началась тренировка. Настя обратилась в тренер ко мне. Ей четыре круга по манежу рысью, строевой, для разогрева. Потом пошагай один кружок, потом опять круг рысью и два голуба. Запомнив всю сложную схему, я побежала рысью. Было жарко, но я была рада, что не замерзну, как сосулька. Ирвис ласково прошептала генуху в равному коню фрисской породы. Я тебя люблю очень сильно. Я хочу, чтобы ты стал моим. Тем временем у Насти тоже все шло хорошо, так как она была, мне кажется, на седьмом небе от счастья. Когда конь бежал рысью, она старалась подниматься и садиться в седло, при этом держа спин ровно и пятку вниз. Я вам вот что скажу, у нее отлично получалось. Она как будто уже три месяца занималась очень усердно. Девочки, вот и все, тренировка подошла к концу. Надеюсь, вам понравилось. Вы работали сегодня идеально, сказала нам тренерша, и мы пошли расседлывать коней. Копыта приятно стучали по бетонному полу, чуть-чуть болели ноги. Который час, спросила Настя. Полтретьего, не хочешь ли еще попыть тут? Время есть. Да, родители за мной не приедут, я пойду сама. А где ты живешь? На Вороньей улице, номер 54. Настя, я живу там же. Офигеть, то есть мы живем рядом, вааа, круто. С этими словами мы продолжали расселывать лошадей. Хм, подумала я. У меня накопилось две с половиной тысячи долларов, а Эклипс стоит 1700. Куплю его для Насти, а еще шоколадку, амницу и форму. Ведь в Новый год исполняются мечты. Настя обратила себя голубоглаза девушке. Я скажу к директору, посмотри, пожалуйста, за Ирбисом. Окей, без проблем. Я пошла к директору, представляя реакцию Насте на такой подарок. Валерия Евгеньевна, можно с вами поговорить? Конечно, Настя, что случилось? Я бы хотела приобрести коня Эклипса. А зачем тебе? Дело в том, что я хочу обрадовать новенькую Настю. Она мне сказала, что мечтает о Эклипсе. Хороший подарок, особенно на Новый год. Но где ты найдешь деньги? Я пять лет копила, не знаю на что, учитывая дни рождения, рождественские праздники и так далее. И в итоге накопила несколько тысяч долларов. Усердно, наверное, копила. Хорошо, сейчас я принесу документ. Он говорит, что ты отдаешь Эклипса Анастасии Лемон. Вот, подпиши это поле и потом рассчитайся. Вот, подписала. Возьмите деньги. Ах да, забыли дать ветпаспорт. Вот, держи. Спасибо. Ты очень добрая. Уверена, что добро к тебе вернется. И вот уже было полдевятого. Мы с Настей решили, что Новый год отпразднуем на конюшне, перед этим предварительно предупредив родителей. Я не забыла про вишневый тортик. Мы понеслись по конюшне, приглашая всех на праздник. И вот время на часах полдвенадцатого. И мы уже накрыли стол и поставили тортик. Сгоняли домой за столами, приборами и тарелками. И вдруг Настя вскрикнула. Ой, забыла. Подожди меня, пожалуйста. Я сейчас приду. Хорошо, без проблем, ответила я. Валерия Евгеньевна. Да, Настя. Вы уже подготовили все для праздника? Это очень любезно с вашей стороны. Да, но я забыла подготовить подарок для Насти. И что же ты хочешь ей подарить? Ирбиса. Ого. Она его очень сильно любит. Я не раз слышала, как она входит к нему в денег, обнимает его и говорит, что она так хочет, чтобы он был ее конем. Отлично, вот деньги. Все как надо. Вот, подпиши. Все готово. Молодец, не забудь только взять документ. Все взяла. Спасибо огромное еще раз. И вот полночь. Все цокаются бокалами, шампанского и едят торт. Дарят друг другу подарки. И вот я отрицаю свой подарок новенькой Насте. Открой и прочитай. Я желаю тебе всего наилучшего, счастья и здоровья. Спасибо, а что там интересно? Сказала Настя, прочитавшую документ. И вдруг ее глаза наполнились слезами и появилась улыбка в лице. Спасибо, Настя. На моей душе стало тепло и ясно. Все тренера наблюдали за происходящим. И тоже чуть не рыдали. И Настя врачила конверт на мне. Я в ступоре смотрю на нее огромными глазами в слезах. Ведь коня, которым я всю жизнь мечтала, теперь мой. После встречи Нового года мы пошли в дневники и до сих пор рыдали и не могли понять, что происходит. На душе было очень тепло, а в животе будто бабочки летали. Мы обняли лошадей так сильно, как только смогли. Кони ответили радостным и звонким ржанием. И мы поцеловали их в носик. Настя обратила вся голубоглаза девушке. А давай поедем домой через заснеженное поле. Все равно дорога усыпана бякой, чтобы не было скользко. Давай, я хочу проехать с оголопом. Идеально. Попрощавшись с тренерами, мы запрыгнули на коне и поехали. Снежинки попадали в глаза, а морозный ветер был прямо в лицо. Настя идеально держалась на оголопе, как профессионал, честное слово. В наших головах была только одна мысль. Это был самый лучший год в моей жизни. С Новым годом! Пехом раздавались в голове голоса друзей, родственников и знакомых. Искрящийся в бокалах шампанское не создавал уютный, радующий класс атмосферы. Но, тем не менее, это было пока единственное, что радовало меня в Новом году. Я подняла бокал и сделала пару глотков чуть розоватой жидкости, которая моментально обожгла горло горьковатым привкусом. Все сидящие вокруг стола люди общались, смеялись, поздравляли друг друга с пришедшим годом. Кто-то даже успел испачкаться в новогоднем салате. За окном громыхали салюты. Все толпой понеслись на улицу, забыв о лежавшей в тарелках едей и почти выпитой бутылке вина в перемешку с риге. Одной мне не было так весело, как всем. Волоса слепались от усталости, а волосы, некогда лежавшие в красивой кладке, растрепались. Я медлительно встала со стула, одновременно с этим натягивая куртку и сапоги. Дверь во двор была открыта, и в дом затягивался кумара от кучи выпущенных в небо салютов. Грозная прохлада сразу обдала меня и заставила вздрогнуть. Недолго думая, я направилась в сторону конюшни, находящейся в квартале от моего дома. Наконец, когда я зашла в ворота такого родного для меня места, я увидела знакомый силуэт. Это была девушка, не очень высокая, с волосами и два касавшимися плеч. Я подошла к подруге, недолго думая, поздоровалась. Та лишь ответила кивком и легкой пьянящей улыбкой. Не говоря ни слова, мы сели на лавочку, стоящую недалеко от нас, и смотрели на небо, в котором взрывались сотни, а то и тысячи ярких гоньков, глушевших любые звуки. Настя, раздался мой тихий, дрожащий от холода голос. А ты знала, что умеешь исполнять мечты? На лице подруги выразилось недоумение. В каком смысле? Я моментально уткнулась носом вне, на капюшоне Насте и закрыла блестящие от слез глаза. Я всегда мечтала провести новогоднюю ночь с той, кого люблю так же сильно, как свою семью. Мои руки сцепились на крепких ключах девушки, а та лишь выдала мягкую любящую улыбку и устремила свой взгляд в небо, на котором красовались яркие звезды и фейерверки. Где-то в стране доносилась радостная ржайника был жеребцов. Эта ночь поистине была волшебной, исполняющей чьи-то мечты и возобновляющая желание жить в тех, кто уже потерял некий смысл. Это был день перед новогодней ночью. Я сидела возле окна и смотрела на улицу. Снежок медленно падал на землю большими хлопьями. Людей было мало, все сидели по домам и готовились к Новому году. Я вздохнула и взглянула часы. Пол восьмого. Пора бы прогуляться, подумала. Я пошла собираться. Через несколько минут я вышла на улицу. Как здесь хорошо. Я не заметила, как дошла до конюшни. Мне давно хотелось позаниматься конным спортом, но денег, к сожалению, у нас не было. Я вздохнула и зашла в конюшню. Множество лошадей весело заржали при виде меня. Меня любят лошадки. Немного погладив лошадей, я услышала чьи-то голоса. Пройдя конюшню, я видела тренировку девушки. Она была на прекрасном бронон коне. Анастасия, работайте усерднее, у вас скоро соревнования. Да, мисс Грей. Девушка перестала улыбаться. По ее виду я поняла, что она не особо рада своей тренировке. Мне было это очень интересно. Как бы мне хотелось заниматься таким видом спорта. Так, идеально, еще один круг и свободно. Я присела незаметно на скамейку. Анастасия, как я поняла, похожа на профессионала. Все, свободно, крикнула женщина и вышла. Анастасия погладила коня и слезла. Анастасия, я подошла к ней. Эм, да? Таня немного испугалась. Простите, я не хотела, но случайно подсмотрела вашу тренировку, вы такой профессионал. Спасибо, но я не такая. А как тебя зовут? Валерия. Красивое имя. Меня Настя. Я уже слышала. Может, прогуляемся в лошадках? Эм, у меня нет лошади. О, прости, может, покатаешься на моем коне? Его зовут Рейк. Что, правда? Та махнула. Я с удовольствием залезла. Эта коротенькая прогулка по повещению была превосходна. Настя открыла мне возможность покататься на лошади. Я ей очень благодарна. После мы пошли гулять по городу. Настя оказалась невероятным собеседником, который понимает меня. Мы договорились провести этот Новый год вместе. И с тех пор мы стали лучшими подружками. Денег у меня на конный спорт не было, но моя новая подруга договорилась с начальством, и меня взяли только за меньшую плату. Так у меня появилась светло-серая ковылка Алиса. Настя помогла мне в исполнении моей мечты. Я ей так благодарна. Один раз я гуляла по лесу зимой. В лесу было темно, холодно и страшно. Я шла на своем любимом коне Джейке. Спустя два часа мне захотелось домой, и я решила сесть на коня и отправиться в дорогу. Я села на Джейка, и мы поехали в путь дорогу. Когда мы ехали по лесу, я услышала бой волков. Возможно, это был одинокий волк, а может и целая стая. После этих звуков Джейк стал ускоряться. Мы бежали рядом с большими деревьями, и можно было увидеть корни этих деревьев. Казалось, что деревья, точнее их корни, хотели схватить меня. Было очень страшно, хотелось закрыть глаза руками и не двигаться. Когда я повернула голову назад, хотела их для леса, я видела огромную стаю волков. Они бежали, скали зубы. Я дернула зубы, чтобы Джейк бежал как можно скорее. Скорее всего, конь боялся сильнее меня. После этого он начал брыкаться, как дикий мустанг. Я, конечно же, упала с Джейка, но мой конь побежал, даже не посмотрев на меня. Что со мной? Как? Волки стали подходить ко мне все ближе и ближе. Я боялась, что волки могут напрыгнуть на меня и разорвать мое тело на куски. Вдруг я услышала, как кто-то бежит. Я увидела всадницу на сером коне. Она подскакала к волкам и потянула за узду. Конь встал на дыбы. Конечно, волки испугались и убежали. Эта наездница спасла мне жизнь, думала я. Я спросила имя этой девушки, а она ответила, я, я, я просто наездница, у меня нет имени. И я удивилась. Эта девушка помогла мне подняться и залезть на коня. И спросила, где я живу. Я ответила, недалеко отсюда и показала направление пальца. Спустя 4 часа я была уже дома и крепко спала. Спасибо, ты наездница, встала мне жизнь. Хей, ребята, всем привет. С вами снова Настя Лир. И да, это видео, это результаты конкурса. Моего новогоднего конкурса, который проходил в моей группе ВКонтакте. Если же вы его пропустили каким-то образом, и вы не знаете вообще откуда, что-то такой конкурс был непонятный, то я вам настоятельно советую писать в мою группу ВКонтакте, чтобы не пропускать в последующем какие-либо конкурсы. Я постаралась оценить по максимуму каждую вашу работу. И те ребята, чьи рассказы не попали в это видео, то есть не заняли никакое призовое место, могут написать мне в личные сообщения, если они, конечно, этого хотят, и получить маленький поощрительный призик. Вот. А также еще в моей группе ВКонтакте будет еще небольшой пост, в котором еще будет один раз подробно описано, в чем выражаются призы, как можно со мной связаться и вообще всякие подробности, связанные с получением вашего приза. Да, я опять же выражаю огромную благодарность всем ребятам, которые поучаствовали, потому что мне было безумно интересно читать ваши истории и тем более озвучивать их. Это действительно в какой-то степени очень сильно нас сблизило, так что да, просто хочу сказать вам спасибо. И да, с вами была Настя Лир, очень сильно вас люблю, и всем удачки, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok